Здравствуйте! В Москве час дня и, как обычно, в эфире новости ТСН в студии Анна Круглова. Владимир Путин отложил намеченную на сегодня двухдневную рабочую поездку на Дальний Восток. Глава Кабинета министров уточнил, что это сделано по просьбе Бориса Ельцина. Путин должен принять участие в намеченной на завтра встрече лидеров таможенной пятерки. Кроме того, он доложил Борису Ельцину об итогах поездки в Хельсинки. Обсуждались и внутренние дела России, в частности, вопрос принятия бюджета 2000. Закончить обсуждение, в конструктивном порядке принять решение. Вот что нам надо. Для России, а не нам лично, Владимир Владимирович. Оставшись в Москве, Владимир Путин сегодня, вероятно, встретится с лидерами депутатских объединений Госдумы в связи с рассмотрением в первом чтении проекта бюджета будущего года. Предполагается, что в работе примут участие и министры финансового блока правительства. Бюджет, конечно, надо принимать. Это моя личная позиция. И я эту позицию обосновываю хотя бы тем, что бюджет достаточно серьезно подкрепляет национальную оборону и безопасность. В условиях, когда идут откровенные широкомасштабные боевые действия на Северном Кавказе, конечно, оборону действительно надо сегодня профинансировать лучше, чем может быть какое-то направление. А федеральные войска в Чечне продолжают операцию по блокированию бандформирований. Штурмовая авиация за минувшие сутки уничтожила одну зенитную установку и две машины боевиков в пригороде Грозного. В то же время летчики продолжали наносить удары по южным районам Чечни, где находятся основные базы бандитов. В воскресенье, неподалеку от населенного пункта Червленое, федеральными войсками налажен понтонный мост через Терек. По нему вглубь Чечни активно передвигаются колонны федеральных войск. По данным разведки, в районе Грозного замечены необычные работы, которые проводят боевики. Рядом с мостами и дорогами закапывают бочки, в которые заливается неизвестная жидкость, и работы выполняются с использованием защитных комплектов и противогазов. Сегодня в Курчатовском центре в Москве открылась выставка новейших российских технологий в ядерной энергетике. Эти открытия ученых-курчатовцев смогут обеспечить научный прорыв в 21 веке. Накануне наш корреспондент побывал в святая святых атомной отрасли. В центре, куда сходятся все нити управления ядерными предприятиями и институтами. Мы входим в комнату, куда доступ четырежды надо подтвердить личной карточкой. Атомной отраслью объективно является сферой экономики, да и жизни, где критические ситуации могут обернуться тяжелейшим уроном. И потому каждый день жизненно важно эффективно получать, хранить и обрабатывать информацию об атомных станциях, химкомбинатах, ядерных центрах Сарова, Снежинска, в том числе отслеживая эко-радиационную обстановку, техническое состояние объектов, хранение и транспортировку ядерных материалов и боеприпасов. На сегодняшний день в центре 18 сотрудников, к концу года будет уже около 30, так как с 1 января 2000 года центр уступает на круглосуточный режим работы. А в аварийных ситуациях именно сюда срочно приедут учёные, конструкторы, им покажут телекадры, полученные с места события. На видеостенку выведут кадры с аварийных объектов. Из кризисного зала пойдёт ускоренное взаимодействие с МЧС, силовиками, конференц-связь с ядерщиками США и Франции. И всё-таки больше всего хочется, чтобы атомщики пользовались таким центром только в штатном, а не в аварийном режиме. Сегодня рано утром были освобождены 4 японских геолога и их переводчик Киргиз. Напомню, они находились в плену у таджикских боевиков с августа этого года. Сейчас решается вопрос об отправке освобождённых японцев на родину. Фернандо Делоруа, мэр Буэнос-Айреса и кандидат от оппозиции, признан победителем на прошедших воскресенье в Аргентине президентских выборах, четвёртых со времени окончания военной диктатуры в 83-м году. Новый президент заявил, что будет придерживаться жёсткой экономической политики и пообещал бороться с коррупцией и безработицей. НАТО да, русские нет. Под таким лозунгами прошла демонстрация местных албанцев в косовском городе Араховоц. Они в очередной раз подтвердили, что и в дальнейшем не допустят размещения здесь российских миротворцев. Ещё в августе албанцы построили баррикады на всех подступах к городу, чтобы русские не смогли подойти к Араховцу. Вновь проснулся крупнейший в Европе вулкан Этна. Огнедышащая гора выбросила в небо несколько фонтанов магматических пород и вулканических газов. Местные жители утверждают, что извержение Этна сопровождалось появлением возле вулкана летающей тарелки с инопланетянами. Интересно, что сей факт готов подтвердить и мэр расположенного поблизости городка Виагранде. И ещё одно сообщение. Российский шахматист Гарри Каспаров выиграл необычный поединок. Он победил шахматистов из 75 стран мира. Правда, игра была виртуальной, но противники Каспарова были абсолютно реальны. Поединок в интернете продолжался 4 месяца. За его ходом следили 3 миллиона зрителей. Сам Каспаров назвал эту игру самой анализируемой в истории шахмат. В 15 часов мы подробнее расскажем о развитии событий. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok